МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты и я, Юлия Важенина. Смотрите сегодня. В диалог о главном глава Чувашии ответил на вопросы журналистов Республики. Приоритеты развития министр транспорта России Максим Соколов ознакомился с реализацией дорожных проектов в Чувашии. Педагоги года в Чувашии подвели итоги профессиональных конкурсов. 26 вопросов за 2 часа. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев провел пресс-конференцию. Заявки на участие в ней подали более 60 журналистов, представляющих средства массовой информации всей Республики. В перечне тем интересующих читателей, зрителей, слушателей развитие малого бизнеса, агропромышленного комплекса, тарифы на вывоз мусора, зарплаты бюджетников, закрытие малокомплектных школ, модернизация районных больниц и многое другое. Среди вопросов были и личные. Ответы слушала наша съемочная группа. В начале встречи глава Чувашии напомнил основные цифры, характеризующие социально-экономическую ситуацию в Республике. В первом квартале показатели промышленного производства оптимистичные. Индекс составил 106,8%. Темпы роста, по словам Михаила Игнатьева, опережают инфляцию. С учетом сложившихся тенденций в экономике региона и страны в целом, продовольственная эмбарго, импортозамещение, динамика будет сохраняться. На пресс-конференции на тему развития АПК было задано немало вопросов. С учетом предъявленных санкций, сегодня появились дополнительные возможности для наших сельхозтворопроизводителей. Сегодня все виды сельхозяйственной продукции продаются по нормальным, справедливым ценам, кроме молочной продукции, сельномолочной продукции у производителей молока и у производителей картофеля. Почему так произошло? Потому что цены на картофель, на самом деле, с учетом спроса и предложений, упали даже ниже, чем в прошлом году. Наши картофелеводы, конечно, возмущаются, потому что Россия полностью снабдила себя своим картофелем. Касаясь, конечно, молочной продукции, сегодня, могу сказать, качественное молоко высшего сорта производители, прежде всего, конечно, хозяйства, продают на уровне 20-21 рубля. Некачественное молоко, прежде всего, конечно, от населения идет, там посредники у нас, которые закупкой занимаются, сегодня в среднем где-то 14 рублей. Конечно, селяне возмущаются, это нас тоже не устраивает, но в то же время мы будем влиять на эти процессы, насколько возможно. На прошедшем Ешкар-Але форуме ОНФ поднималась тема роста тарифов на сбор отходов в связи с началом работы в Чувашии нового полигона ТКО. Вчера я давал, на самом деле, сразу поручение, посмотрел еще раз, и вчера, и сегодня утром, цифры. Если взять сбор, вывоз, утилизацию твердых бытовых отходов, в отдельном весе общих тарифов по расходам семейного бюджета они занимали на уровне 2-3%, по отдельным территориям, может быть, 4-4,5%. Это вообще не так значимо, это во-первых. Во-вторых, с учетом строительства на принципах государственного частного партнерства нового полигона мы много проблем разрешаем и будем еще разрешать экологического характера. Мы о полигоне в городе Чебуксаре говорили неоднократно. Когда закроют, потому что реализовывается новый микрорайон, новый город. В связи с этим пошел инвестор на встречу, мы соответствующие средства с бюджета тоже вложили. Полигон сегодня работает по временной схеме. Уважаемый наш Николай Алексеевич, я вчера сказал, что там нет лицензии, никакого нарушения законодательства здесь нет. Последние новости о ситуации в концерне тракторные заводы. Завод сегодня стоит. Последнее решение, которое принял генеральный директор в лице Михаила Болотина, он отправил в унужденный простой весь трудовой коллектив в количестве 9,5 тысяч человек. Это, конечно, проблема для всех нас, проблема для тех работников, которые там работают, проблемы для их семей. Потому что надо где-то работать, где-то зарабатывать, семью надо кормить. Это мы тоже понимаем. Но, с другой стороны, сегодня соответствующие решения приняты, но рассчитывали, что с учетом спроса на трактора, концернно-тракторные заводы, с учетом спроса на сельхозмашиностроение, они быстрее начнут работать. Но не получилось по факту. В связи с этим, что хочу сказать, 5 миллиардов рублей или 5,5 миллиардов рублей будет открыта кредитная линия через коммерческие банки под гарантию ВЕБА. Реально, в течение двух, максимум трех месяцев, тракторный завод, получив оборотные средства, с учетом спроса, возобновит сборку и булдозеров, и трубоукладчиков, и начнет производить машины для сельского хозяйства. Как развивается малый и средний бизнес, инновационное производство, какова судьба индустриальных парков? В Чебоксарах у нас на стадии реализации два индустриальных парка. Город Канаш получит соответствующие федеральные средства по программе «Моногорода», и там отдельный индустриальный парк на стадии начала реализации. По городу Чебоксары мы говорили, еще раз я хочу сказать, всего 16 резидентов, в этом году два или три резидента запускают уже свое производство, это высокотехнологичное производство, и мотивация для тех, кто там будет работать, тоже будет неплохая. В последующем, в 2017 году и в 2018 году, все резиденты по тем обязательствам, которые они взяли на себя, в городе Чебоксары, должны открыть свое производство. В этом году будет создано около 1200 рабочих мест. Часть пресс-конференции была посвящена социальным вопросам. Михаил Игнатьев рассказал, что республика получит в этом году более 500 миллионов на строительство и реконструкцию школ. В столице республики будут возведены три новых учебных заведения, а в районах будут реконструироваться не только здания, но и спортивные залы. Главный редактор шумерлинской газеты «Вперед» Валентина Хохлова просила обратить внимание на оснащение шумерлинского межмуниципального медицинского центра. А жители Красноармейского района волнуют отсутствие в их физкультурно-спортивном комплексе бассейна. В Канаше большинство дорог построены без ливневых стоков. Проблема дорожного хозяйства, она есть. Мы ничего не скрываем. Тем более в городе Канаш я обошел почти все дворы с городскими властями, с депутатами городского собрания. У меня все это в памяти, но в то же время, вы помните, я давал свои обещания, ежегодно будем выделять средства для реконструкции центральных улиц, для благоустройства подъездных путей и для благоустройства дуровых территорий. Вот в этом году вы сами уже правильно отметили, определенные средства мы выделили. Мы получаем дополнительно, получим средства в счет 40 миллиардов рублей. И эти средства тоже будем направлять в городские округа и в сельские населенные пункты. Здесь ни у кого никаких сомнений не должно быть. Общая сумма дорожного фонда в этом году 3 миллиарда 700 миллионов рублей. Вот эти 3 миллиарда 700 миллионов рублей мы на счете не держим, все отправляем в муниципальное образование. То, что отсутствуют канализационные стоки, это правда. Когда вот проектированием дорог занимались, вот эти канализационные стоки вообще не предусмотрели. После ливневых дождей, когда, допустим, весна, осень, конечно, лужи стоят на асфальте, хотя бы где-то уклон надо было предусмотреть. Но это наша беда. За один год мы не можем ничего сделать. А так, по канашу, я могу сказать, по программе «Моногородсредства» мы получим и на реконструкцию дорог направим. Выборный год без политики никак. Возглавит ли Михаил Игнатьев партийные списки партии «Единая Россия»? Я член партии «Единая Россия», здесь никаких секретов нет. И в прошлом году шел кандидатом политической партии «Единая Россия». Сегодня партия будет решать, кто будет возглавлять этот список. Будет соответствующая оригинальная конференция политической партии «Единая Россия», ну и съезд политической партии «Единая Россия» в Российской Федерации. Вот эти органы там будут решать, кто будет возглавлять этот список. Часть пресс-конференции была посвящена личным вопросам, какие черты характера развивают у Михаила Игнатьева игра в хоккей, не хочет ли он заняться экстремальными видами спорта и примет ли Михаил Васильевич участие в акции «Бессмертный полк». У меня сын захотел в этом году участвовать, соответственно, там настроен, соответственно, время, если у меня как раз будет, соответственно, я с удовольствием поучаствую, если не будет других накладок. Это все-таки такой национальный порыв, это патриотические чувства. Я считал и считаю себя патриотом нашей любимой Российской Федерации и Чувашской Республики. Воспитан в этом духе. Я любил землю, и сыновья, или сын и дочь тоже воспитываются в этом духе. Другого варианта просто нет. Татьяна Молкова, Андрей Спиридонов, Андрей Шоклев, Республика. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Кортеж руководителя федерального ведомства встречали на транспортной развязке между Чебоксарами и городом Спутником. Здесь трасса Вятка пересекается с 20-ти километровым участком региональной дороги. Сейчас он стоит на балансе республики, но в ближайшее время участок перейдет к федеральному собственность со всеми вытекающими последствиями. Принципиальное понимание в Росавтодоре есть, тема поддерживается. Главное, что понимание обеих сторон есть, а раз есть понимание, то, как говорили классики, договор – это продукт непритемления обеих сторон. За ходом строительства развязки на улице Фучика и реконструкции Московского моста Максим Соколов наблюдал уже со смотровой площадки Дома правительства. Подрядчики гарантируют, что эти проекты будут реализованы в срок. К примеру, жители микрорайона Садовы уже в июне смогут двигаться по дороге в объезд улицы Богдана Хмельницкого. До конца года сдадут и первую очередь Московского моста. 180 миллионов уже освоили в прошлом году. Из них 98 было федеральных средств. Но вот на этот год план финансирования 600 миллионов рублей. По дрячку есть вопрос? Нет, идет по графику. Перспективный проект строительства магистрали в обход Чебоксары, поселка Лапсары. Федеральная трасса М7 нагрузок не выдерживает, по ней проезжает более 50 тысяч автомобилей в сутки. Часто на этом участке образуются пробки. Разгрузить его поможет только объездная дорога. Мы на первом этапе, конечно, развяжем, но до конца еще нужны будут деньги, потом, конечно, будем аргументы представлять. И практически тогда вообще разгрузим. Еще одна важная тема – ремонт мостов в Порецком и Ядренском районах. Специалисты отмечают, что они полностью выработали свой ресурс. Речь об этом зашла уже на встрече с главами районных администраций и руководителями дорожных организаций. В рамках собираемых средств за счет функционирования системы Платон, которая, как вы знаете, достаточно шумно вводилась в эксплуатацию в прошлом году, но все средства, собираемые за счет эксплуатации федеральных дорог, будут за счет замещения дорожного фонда направляться именно на региональный проект. Еще один вопрос тоже можете подготовить для обсуждения с Федеральным дорожным агентством о включении этого моста в программу реконструкции и восстановления мостов, находящихся в аварийном состоянии. Максим Соколов отметил, что программу по строительству дорог республика выполняет успешно. В этом году в Чувашии планируют проложить порядка 50 километров новых трасс. Средства на эти работы поступят и из федерального бюджета. На развитие дорожной сети республике будет выделено более 1 миллиарда рублей. В целом ситуация с дорогами здесь объективно нормальная. Мы видим, что ситуация по федеральным дорогам неуклонно улучшается. Сегодня уже более, ну или порядка 2-3 федеральных трасс находятся в нормативном состоянии. Хорошо то, что практически все населенные пункты республики связаны между собой с федеральной сетью и региональной сетью дорог, дорогами с твердым покрытием. Хотя и они тоже требуют уже ремонта, но в любом случае есть еще одна программа. По ней тоже в этом году республике предусмотрены средства. Это программа развития села, государственная программа, и деньги на развитие сельских дорог. Тоже, по-моему, порядка 80 миллионов рублей где-то предусмотрено по республике. Касаясь дорожного фонда, по прошлому году у нас 3 миллиарда 700 миллионов было. Мы ни один миллион рублей на другие цели не отвлекали, соответственно, направляли в муниципальное образование для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, безопасность людей. Вопросы обеспечения безопасности на дорогах сегодня выходят на первый план, отметил федеральный министр. Аварийные участки трасс необходимо провести в порядок. Надо отметить, что по итогам прошлого года республике удалось добиться снижения количества ДТП на более чем на 16%, и самое главное, что числа погибших тоже порядка 15%. В ближайшие годы улучшится в разы транспортная доступность между Чебоксарами и Москвой. Завершается проектирование высокоскоростной магистрали. Доказания. Буквально на этой неделе будет очередная поездка рабочей группы в нашу Пекин. Очередное заседание мы проводим в России, другое, соответственно, в Китае. Двигаемся постепенно вперед. Проект тоже грандиозный, он действительно меняет качество жизни и здесь, и в Чебаше, и вообще. Не только во всем Поволжье, а я бы сказал, в европейской части страны. А летом аэропорт Чебоксары откроет рейсы в Сочи и Крым. Начали пользоваться спросом и полеты до Москвы. Мы сейчас на 100 тысяч пассажиров через перевозчики выходим. А так вообще год назад было на уровне 36 тысяч. Насколько доступные цены от авиаперевозчиков соответствуют качеству, Максим Соколов решил проверить на себе. В Москву он улетел на регулярном рейсе. Медрик Ковалев, Олег Якимов и Андрей Спиридонов. Республика. В столице Чувашии подвели итоги республиканских конкурсов педагогического мастерства. Кто стал лучшим своей профессией в нашем материале? Шесть конкурсов, около сотни участников и одна цель – доказать свое профессиональное мастерство. Учитель года, воспитатель года, самый классный классный, лучший социальный педагог, педагог-психолог. Традиционным номинациям в этом году добавился педагогический дебют. Образовательный процесс не должен стоять на месте. Развиваться должны не только ученики, но и сами преподаватели. Вы на самом деле выполняете такую ответственную миссию. Образование в Российской Федерации всегда среди стран мира отличалось и отличается. И фундаментальные знания в Российской Федерации всегда давали учителя и будут давать. Конкурсные задания остались в прошлом. Чувства, эмоции участников порой зашкаливали. Так хотелось победить. И вот итоги. В каждой номинации определили по пять лучших педагогов. Марина Вячеславовна Картозия из Новочебоксарской гимназии стала лауреатом в конкурсе «Самый классный классный». Во-первых, это еще одна ступенька своего профессионального мастерства. Во-вторых, это новые люди, это новые лица, это новые друзья, которые были здесь приобретены, которые на самом деле за меня очень переживали искренне. Для меня классный руководитель – это водитель, который должен четко знать маршрут, по которому он ведет детей. Для меня это просто курс для самой учиться, учиться и учиться с детьми ради детей. Алина Георгиевна Палладьева из Маргауш названа учителем года. Теперь ей по праву гордится вся школа и район. Мы все прекрасно осознаем, к чему обязывает нас звание лучшего педагога. На нас будут равняться. И поэтому на этой сцене сегодня для нас этот конкурс не заканчивается. И мы готовы идти дальше, трудиться на благо нашей республики и на благо нашей страны. Конкурсы профессионального мастерства в образовательной сфере стали уже доброй традицией. С каждым годом участников становится все больше, конкуренция сильнее, задания сложнее. Самое главное, наверное, здесь очень важно каждому учителю побороть самого себя и действительно показать все свои способности и стать победителем. Учителя сильно меняется, потому что здесь происходит переосмысление. Прочувствовать нужно еще рядом с тобой какие соперники. Это обогащение. Но очень важно, что и моральное стимулирование, и материальное стимулирование, наверное, тоже вдохновляет. Это нужно молодым особенно иметь образ хорошего учителя и на него равняться. Победители будут защищать с честь родной республики на всероссийских конкурсах «Учитель года» и «Воспитатель года», которые пройдут этой осенью. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. Подполковник запаса Олег Петров в 1989 году принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Прошло столько лет, а воспоминания о тех временах до сих пор в памяти. Ну, единственный страшный объект, на который я попал, это было захоронение боевой техники в 86-м, который 4-й блок разбирали там все. Их отдельно поселили на поляне, и мы случайно туда попали. И, честно говоря, ребята говорят, пойдем сфотографируемся. Я понял, что это страшно, когда мы подходим к вертолету, а у меня волосы дыбом встают от излучения. Много было печального, потому что, когда ехали на территорию, абсолютно не знали, что ждет, какие беды, какие подводные камни судьбы. Это сегодня, может, научные изыскания, какие-то обследования, какие-то доклады, ученые работают. А в то время ничего не было. Мы приехали, палатка, бочка с водой, столовая, и машины, на которых мы каждый день мотались в зону. В деревне, на объекты, убирать, технику лечить, ну и так далее, и так далее. Территория, на которой жили, это кусок леса, где вырубили деревья, поставили палатки и проложили дорожки. Вот это незнание ситуации, что нас ждет, очень многих ребят погубило, потому что очень много было радиационных объектов, а мы не знали. Мы просто не знали. Туда лезли. Не зная, что получаем дикая степень облучения. Страх возник потом, когда столкнулись со смертью своих товарищей. Страх появился, когда начали болеть. Страх появился, когда действительно сам начал чувствовать на себе. Там, я глаза испортил, у меня зрение сразу упало. Вот через какое-то время, пока был там. По поведению ребят, которые там служили, видно было, что какие-то изменения происходят. У какой-то реакции организма непонятные происходят. Потому что ни врачи подсказать не могли и так далее. Что же помогало этим людям в нелегкие времена? Ответ прост и в то же время сложен. Вера всегда спасает человека. И в радости, и в горе. Главное верить в себя, в людей, в возможности, которые перед тобой открываются. Родион Архипов, Сергей Рябчиков, Республика. Одно лечим, другое калечим. Так могут описать свою ситуацию сотрудники Чебоксарской ТЭЦ-2. Год назад при ремонте и расширении морпосадского шоссе на близлежащих предприятий и остановках убрали павильоны и светофор. Оценивала ситуацию наша съемочная группа. Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной. Когда ждать транспорта можно под крышей остановочного павильона? Уже почти год, как сотрудники Чебоксарской ТЭЦ-2 вынуждены делать это под открытым небом. Все началось с того, что при расширении дороги остановки убрали, а назад так и не вернули. Но павильонов нет и людям ждать приходится на морозе, на ветру, на дожде. У меня вот начиная смена, когда уходит, девочки иногда прямо звонят, что мы уйдем на больничный, потому что мы продрогли, промокли. Транспорт вообще не останавливался по поводу этого, даже кондуктора подходит и говорит, а мы не должны здесь останавливаться, у вас нет павильона, мы не будем останавливаться. Сколько мы не просили, вот мы даже пять писем отправили, но все время получаем только отписки и результатов нет. Отсутствие остановок – полбеды. При расширении дороги убрали светофор и пешеходный переход. Ближайший теперь более чем через 200 метров, а на другой стороне дороги тоже находятся объекты предприятия. Некоторые работают на этом предприятии, на ТЭЦ-2, а другие тоже здесь же, но приходится сюда ходить. Вот баки, здесь они обслуживают. Раньше переходили по светофору, сейчас вот туда, 500 метров туда, обратно и в ту сторону, так и ходим. Сотрудники говорят, отсутствие светофора – это не просто неудобство. В случае аварийной ситуации они не смогут быстро добраться до объекта. Дополняет картину следующее обстоятельство. Зимой атмосферные осадки в виде снега выпадают, да, вот эта прилегающая территория, она не чистится, и людям, сходящим с общественным транспортом, приходится передвигаться до поворота по проезжей части, да, это очень опасно. По поводу всех вышеперечисленных проблем сотрудники неоднократно обращались в столичную администрацию. Вот один из ответов. Остановочные павильоны на остановке общественного транспорта ТЭЦ-2 по Марпасадскому шоссе планируется установить в ходе работ по строительству надземного пешеходного перехода при наступлении благоприятных погодных условий. Подрядная организация Доракс поручена своевременно и качественно проводить очистку от снега и наледи на указанных остановочных площадках. Сейчас конец апреля и, соответственно, благоприятные погодные условия. Обратиться в город администрацию мы решили сами. В настоящее время управление ЖКХ и благоустройства дано задание подрядной организации Аудоракс установить два остановочных павильона с четной стороны и с нечетной стороны. И 15 мая остановочный павильон будет установлено. 15 мая ждать не пришлось. Пока материал готовился к эфиру, нам позвонили сотрудники и рассказали, что остановочные павильоны вернули. Правда, вот в таком виде. Что касается пешеходного перехода, то в управлении ЖКХ и благоустройства Чебоксар нам ответили. 200 метров – это норма. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика. Сообщил реквизиты банковской карты, лишился денег. Жители Чебоксар продолжают попадаться на уловки мошенников, которые действуют по подобным схемам. Часто жертвами становятся граждане, которые решили что-либо продать через интернет. Мошенники созваниваются с продавцом и предлагают задаток или полную стоимость перечислить на банковскую карту. Для этого они узнают ее реквизиты и в последующем при входе в систему управления банковским счетом запрашивают у владельца карты пароль для входа в его личный кабинет. Таким образом злоумышленники получают доступ к вашим деньгам. Несколько таких фактов зарегистрировано в Чувашии за прошедшие сутки. Например, двое жителей Новочебоксарска в возрасте 58 и 59 лет разместили в интернете объявление о продаже частного дома. Им под видом покупателя позвонил злоумышленник и для внесения залога разузнал всю информацию о реквизитах банковских карт. В последующем с их счетов были списаны 42,5 тысячи и 23 тысячи рублей. МВД Почувашской республики предупреждает, ни под какими предлогами никому не сообщайте реквизиты своих банковских карт. При оплате покупок через интернет не перечисляйте деньги незнакомцам, пока не получите товар. Сегодня в половине третьего на улице Пирогова в микрорайоне Радужный загорелся строящийся дом. На место возгорания оперативно прибыли пожарные расчеты. Как рассказали очевидцы, горела крыша строящегося дома. Вероятной причиной пожара является несоблюдение мер безопасности при работе с утеплителем пенополистиролом. А я с вами прощаюсь до завтра. Впереди вас ждет еще полезная информация. Сегодня наш сюжет об уникальном способе коррекции зрения ортокератологии. Ночные линзы. Так их еще называют в офтальмологии. Мы находимся в гостях у первой оптической компании в салоне модной оптики «Очи черные». Именно здесь, под наблюдением квалифицированного врача-офтальмолога, пациенты обретают стопроцентное зрение. Так что же такое ортокератология? Ортокератология – это клиническая процедура, основанная на применении специальных газопроницаемых линз, временно изменяющих форму роговицы с целью уменьшения или ликвидации нарушения зрения. Суть метода заключается в следующем. Пациент одевает линзы. Ночью во время сна эта линза плавно, мягко меняет переднюю поверхность роговицы, ее центральную оптическую зону. Утром пациент снимает линзы, а роговицы сохраняют свою новую форму. И изображение фокусируется на сетчатке, что дает высокую остроту зрения без очков и контактных линз. Ночные линзы рекомендованы прежде всего для коррекции близорукости до 6-7 диоптрий у пациентов от 6 до 40 лет, при прогрессировании близорукости у детей и подростков, и для коррекции дальнозоркости до 4 диоптрий. Достоинства ортокератологических линз очевидны. Это отличное зрение в течение дня без очков и контактных линз. Хорошая альтернатива обычным контактным линзам при сухости глаз и аллергии. И абсолютная безопасность при правильном использовании. Ортотерапия особенно рекомендуется детям, ведь уже научно доказано, что это единственный способ торможения близорукости. Я уже долгое время занимаюсь спортом, борьбой, и у меня начало ухудшение зрения, и я решил носить контактные линзы. Но через некоторое время я понял, что это неудобно, и во время тренировки они у меня несколько раз слетались. И я решил попробовать ночные линзы. Спустя 20 минут после того, как я примерил ночные линзы, у меня зрение с минуса 5 улучшилось до минуса 3. А в последующие дни оно улучшилось до единицы, и сейчас у меня тоже единицы и дня незрения. Начала пользоваться линзами я в декабре, и эффект уже есть. Он появился сразу, а мое зрение с минуса 3 улучшилось до единицы. Если раньше я не видела предмета на расстоянии вытянутой руки, то сейчас я вижу идеально. Я бы посоветовала такие линзы всем, так как ты не беспокоишься о том, что линзы могут выпасть или очки упасть, и ты можешь увидеть мир намного лучше. Как и в любой другой медицинской методике, у данного способа коррекции есть свои противопоказания, которые выявляются при первичном осмотре. Например, различные воспалительные заболевания. Доктор обязательно проинформирует о противопоказаниях и назначит другой способ коррекции зрения. Врачи-офтальмологи салона модной оптики «Очи черные» регулярно проходят обучение в специализированных центрах города Москвы и Санкт-Петербурга, обмениваются опытом с российскими и зарубежными коллегами. Салон модной оптики «Очи черные» приглашает вас попробовать современный метод коррекции, который подарит отличное зрение в течение всего дня. Ночные линзы. Вы спите, они работают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин